Продолжаем изучить Тору. Спасибо Всевышнему. Могу сказать огромное-огромнейшее спасибо. У меня родился внук, кстати, да. Вот слава Богу, могу сказать, что дерево жизни Тора для тех, кто за него держится. Так сказал царь Соломон. В этом хея, кто ее поддерживает, мужа будет счастлив. Поэтому все, кто поддерживает Тору и те, кто учат Тору, это как древо жизни. То есть мы все держимся за древо жизни. Это жизнь, в первую очередь, духовная. Безусловно, что главный смысл Торы, это духовная вечная жизнь, которая является смыслом существования этого мира. Но, как следствие, если правильно выполнять законы Торы, как мы учили в недельной главе Экер, следствие, если будете слушать и соблюдать законы Торы, сказал Всевышний, то будет у вас все хорошо и в этом мире. Поэтому мы с вами, конечно же, радуемся, когда все хорошо. Я тоже очень рад. Это очень такое новое изменение статуса, да. Мы сегодня еще учим, что чем ты старше становишься, мне очень понравилось здесь, даже подчеркнул так, видя, что его дни уходят. Человек, когда становится старше, он видит, что его дни уходят. Его тело ветшает и ветшает. А это начало отъезда. То есть он едет к своей вечной обители, едет и едет днем и ночью. Разве не думает, с чем он едет в этот данный путь? Здесь есть еще такой нюанс, что чем ты старше становишься, вот тут я уже дедушка, представляете? Это просто для меня какой-то новый статус. Я только еще на дискотеке не ходил, недавно совсем молодой был вообще. А тут я уже дедушка. Вот, и чтобы было репашло мамами его, адаст Бакверет. Родить это великое чудо, огромное чудо. Это очень раньше, тоже удивительно, как Всевышний на сегодня. Я много раз об этом рассказывал на уроках, что за последние 100 лет детская смертность снизилась в 100 раз. И значит, было 49% в Европе 100 лет назад, а в наше время 0,49. Я просто понимал, какое же это было вообще людям испытание. Насколько в другом мире они жили, насколько им было тяжело. И насколько в 100 раз сейчас Всевышний для нас снизил уровень страдания от того, что происходит. И насколько мы не стали в 100 раз более счастливыми. Вот это вот очень удивительная вещь, которая продолжает меня удивлять, и которую я хочу изменить в себе в первую очередь, и помочь другим тоже изменить. Чтобы мы каждый день той прекрасной жизни, которую нам дает Всевышний, чтобы мы ценили, ценили те вещи, которые мы сейчас считаем задолжны, но это не должно, это все подарок Всевышнего. Хорошо, друзья, все, двигаемся дальше. Значит, осознание и понимание и возвращение ко Всевышнему является не каким-то новым достижением. Вот это очень важную вещь, надо понять и запомнить историю, что когда человек осознает свою духовную природу, свою божественную природу, когда человек начинает соблюдать заповеди, то в этот момент он не становится новым, он возвращается к своей сути, к своей сущности, которая в нем есть. Этот эффект очень хорошо описал Экхарт Толи, есть такой человек, мыслитель, философ. Духовный его называют, духовный лидер. И он говорит, когда человек просто выходит из своих, из своего эля, это он называет, значит, мы, Рубен, гений, всем, которые болеют, нуждаются в выздоровлении, все участники уроков, чтобы Всевышний дал вам силу молитвы, скажем так, чтобы Всевышний дал вам силу молитвы. Это тоже очень нужно понять, что когда мы молимся Всевышнему, мы не выпрашиваем у Него что-то, мы с помощью молитвы, приближаясь ко Всевышнему, мы меняем реально свою сущность, и сущность мироздания, это человек, он себя меняет с помощью молитвы. От Всевышнего идет всегда добро, просто иногда эти каналы добра и воскресения добра искажаются. И вот, значит, чтобы Всевышний дал вам огромную силу молитвы, чтобы Всевышний услышал вашу молитву, и каждому дал то, что ему нужно. Экхарт Толи писал так, он говорит, что когда человек выходит из этого внутреннего, постоянного шума, диалога, вот этой мыслемешалки, прошлое, будущее, какие-то мысли, там, здесь, там, там, там. И просто он на секундочку услышит себя, вот прочувствует по-настоящему момент реальности. Тут же он чувствует себя со своей душой. Так он пишет, и многие, кто практикуют вот эту вот осознанность, они понимают, что это есть. То есть есть контакт со Всевышним, есть контакт со своей душой. Духовный мир, он даже более реальный, чем мир материальный, потому что материальный мир, особенно вот если человек размышляет о том, что не находится в пределах его восприятия, его органами чувств, то просто размышление, это фикция какая-то, да, это просто вообще непонятно, что это такое размышление о будущем, что это ты делаешь. Ты сейчас берешь из своего прошлого, переставляешь вот эти вот раскадровочки, и говоришь, а я думаю, в будущем будет такое. А другой говорит, не, я думаю, в будущем будет другое. Из каких-то раскадровочек. Приходит третий, говорит, а я думаю, в будущем будет третье. И начинает из комиксов каких-то, да, расставлять там раскадровки. Или из фильмов. И он говорит, не, слушай, ты сумасшедший. Ты, значит, мы раскадровки из прошлого ставим в будущее, думая, что в будущем будет такое же, в прошлое. А ты выдумываешь раскадровки, которых никогда не было. Он говорит, так посмотрите на всю историю. Постоянно появляется что-то новое, чего никогда не было. Даже книжка есть такая, черный лебедь. То есть появляется что-то, что до этого никто не видел. Ему говорят, нет. Но слушай, если бы ты написал черный лебедь, может мы тебя бы и послушали. А Галилей, когда сказал, что земля круглая, его не приняли тогда. Значит, мы тебя не приняли. В общем, мышление, оно тоже виртуально очень сильно. То есть люди думают, что они там логические какие-то, понятные. Но духовный мир, он не менее логичный, чем представление о какой-то квантовой какой-нибудь там структуре Вселенной. То есть есть попытка описать через вот такие термины. Но есть описание духовное. Оно не менее реальное, не менее логичное, чем описание того же теория Дарвина, который просто теоретик такой, да. Я, честно говоря, вот надо я посмотрю все теории, чтобы все время ссылаюсь, что есть такая теория, ну, типа, как секта. Для меня это такая секта, да, верующие в Дарвина люди. Кто это? А, это дарвинисты пошли на крестный ход, да. А к чему они поклоняются? Книжки. Какой? Дарвина. Вот надо хотя бы, я сейчас GPT-чат, если не надо все читать, я Саммери, прочитаю Саммери. И мне вот интересно, действительно ли Дарвин верил в это или не верил в это, и как, ну, то есть, это надо почитать. Просто, чтобы знать, в перке, вот написано есть такая мишна, сказал Раби Лазар Бенарах, знай, что ответить апикоросу. Знай, что ответить человеку, который выступает против Бога, а так как они ссылаются, тоже, правда, не читая, с ними легко спорить, потому что я не видел ни одного атеиста, который бы читал теорию Дарвина. То есть, они обычно такие, знаете, ну, просто фанатики. Значит, ну, надо будет, вот я тогда буду их прямо, очень, буду задавать им вопросы просто. Один-два вопроса, но я уверен, что изучали эту теорию, помнят, о чем он писал, может быть, в мире единицы какие-то там ученые, а большинство людей сразу начнут плавать, моментально. Значит, шесть обстоятельств побуждают человеческое сердце красками. Мы изучаем конкретно очень полезную книгу, очень полезная книга «Пути праведников», потому что если ты становишься праведником, то у тебя с Богом плотнейший контакт, то есть ты делаешь все правильно, а если ты делаешь все правильно, тогда ты будешь жить вечно. Это стоит того. То есть это книга «Чем вы занимаетесь?» А мы занимаемся изучением того, как жить вечно, да? Я дедушка уже, если там пишет дедушка, дедушка, а я, ты кто, я дедушка? То есть это только, я вам скажу так, что я не дедушка. Это вообще я не дедушка. Просто есть некое слово «дедушка», которое определяет не эти особый статус, что у моего сына родился сын, например, да? И вот теперь я как бы стал вот в статусе дедушка, да? Но я себе вообще, я что не изменился, как горе дедушка, посмотрите на меня. Как из мультика про Карлсон, напомните, вот у меня голова мультиком еще наполнена, как мужчина в самом расцвете сил, среднеупитанный мужчина в самом расцвете силы. Хорошо, значит, 6 обстоятельств побуждают человеческое сердце к раскаянию. Я очень побужден к раскаянию, и вас хочу побудить к раскаянию вместе с автором этой книги. Первое. Во-первых, человека постигают беды, и он поразмыслит и скажет, это только мы вчера уже учили, да, мне кажется, что умный человек, вот до этого мы вчера закончили, умный человек придет к раскаянию первым путем, и раскается из любви к величию Всевышнего. Это умный человек. Он не будет ждать, пока месть произойдут какие-то с ним беды. Но если он не раскаялся, то Всевышний он человека подгоняет. И есть 6 путей, по которым Всевышний может подгонять человека. Первый путь – это беды. И вот, значит, беды. Человек смотрит, раскаивается, да. Теперь, значит, что здесь интересно, что можно смотреть на чужие беды. Вот я сегодня написал в Инстаграме пост, вчера, вчера, вернее, вечером, о том, что смотрю я на беды, там, дуровы, да, то есть он, ну, реально сейчас сидит в тюрьме, там, очень ему угрожают серьезными сроками. Это можно расценивать как беда для любого человека, да. Попасть в тюрьму – это не лучшее место для любого человека. Даже Йосеф попадал в тюрьму, да, праведник Йосеф. Но когда человек попадает в тюрьму, что сделал Йосеф? Йосеф сделал первым делом что? Он в тюрьме говорил, написано, что имя Бога было всегда у него на устах. Он все время говорил спасибо Всевышнему, слава Всевышнему, Баруха Шем. И он был все время в тюрьме благодарный и веселый. Ему, получается, он осознал, что какие-то его ошибки привели его к тому, что он попал в тюрьму. Он молился Всевышнему, спросил, спрашивал и так далее, и исправлял ошибки, но при этом он понимал, что Всевышний ему хочет только добра. И эта мысль, она делала его пребывание в тюрьме достаточно комфортным, потому что, когда человек, например, спортсмен, олимпийский чемпион, он тренируется, и прямо он до боли рыгает на тренировке, так ему плохо, он не злится на это. Он говорит тренеру, ну тренер сегодня ты меня выезжал вообще. Прямо тренер ему говорит, ничего, вот еще будешь стоять на пьедестале, вспомнишь, значит, что я тебе говорил, что надо терпеть. И когда Йосиф, он был в тюрьме, так обычно праведники относятся к своим всем, ну, событиям в своей жизни, как испытания. Йосиф в тюрьме тоже, он испытывал, как бы он чувствовал себя, все время он был веселый, радостный, так говорит нам Тора. И в итоге он вышел из тюрьмы, и стал он тем, стал он премьер-министром в Египте. И даже будучи премьер-министром, тоже ему фараон спрашивает, фараон, ты умеешь разгадывать сны? Он говорит, белядай, без меня, Всевышний все делает. Я, что я? Только Всевышний все делает. Тот ему говорит, ну, давай расскажи, как Всевышний делает. И Йосиф ему рассказал, фараон говорит, теперь тебе и выполнять. Всевышний сказал, вот так, значит, ты это услышал, мне совет нравится, ты, значит, так за Всевышнего, значит, давай выполняй. И сделал его премьер-министром. И дальше Йосиф 70 лет был премьер-министром. И вот это вот его качество, да, вся слава Богу, все слава Богу, вся слава Богу, спасибо Всевышнему. Оно его удерживало у фараона вторым человеком, потому что фараон видел, что Йосифу лично ничего не нужно, кроме выполнять волю Всевышнего. Это путь праведников. И вот, кто-то на этот путь становится, ну, по-разному, кто-то из любви к Богу, а вот, если не становится, например, человек хочет, например, там, кого-то из нас, не буду называть имена, потому что, это может касаться каждого, Бог хочет такого пробудить. Он ему посылает какие-то невзгоды. Человек поразмыслит и скажет, это только из-за моих преступлений и моего давного поведения и вернется ко Всевышнему. А Всевышний его сразу же помилует, как здесь написано такое слово, значит, примет его обратно. Но если человек скажет, что это случайно, если он скажет, что это случайно, Всевышний увеличивает. Если он скажет, вообще Бога нет, Всевышний в семь раз увеличивает. Знаю же, пишет автор книги, что все наказания Всевышнего, которыми он наказывает человека, к благу человека, чтобы оказать ему двойное добро. Во-первых, чтобы искупить его грехи. А во-вторых, для того, чтобы он свернул с дурных путей. Потому что дурной путь он ведет человека к пропасти, к погибели. То есть, вначале только у него небольшая неприятность, потом средняя, а потом идет уже все. Так, Всевышний вот это получается маленькой неприятностью, средней неприятностью. Средней, средней неприятностью, да? Он его спасает от огромной неприятности, и от смерти. Поэтому двойная польза. Он ему говорит, ну слушай, смотри, ну как бы отследи, причинно-следственные связи, все. Ну займись уже там своим здоровьем, своими ногами, всем займись, жизнью своей займись там уже, да? То есть, ты же видишь, что тебе больно, тебе не нравится. Почему ты, если тебе не нравится, почему ты продолжаешь делать то же самое? Дальше. Уповающему на Всевышнего следует знать, что беда постиг же его, постигший его, к его же благу, чтобы в дальнейшем было оказано добро. И говорят мудрецы в этих случаях, если бы я не упал, то не встал бы. Если бы не был во мраке, не было бы света. Поэтому тот, кого постигла беда, касаемо его тела, его имущества, или детей, пусть решит поститься и каяться, подобно тому, как обществу надлежит поститься во время беды, как постановили мудрецы в трактате Таанит. Поэтому, когда случается беда, проверь свои поступки. А если проверил и не нашел у себя греха, значит, это страдание любви. То есть, Всевышний из любви дает тебе страдания, чтобы увеличить твою награду, да? То есть, мудрец все равно это тот, кто любит мудрость. По Торе, вообще, статус мудрец, он определяется, как Талмит Хахам, ученик-мудрец. То есть, только тот, кто является учеником, он называется мудрецом. Нет отдельного статуса мудрец, да? Только тот, кто учится, он мудрец. А тот, кто говорит, я уже научился, он уже сразу выпадает из этого статуса. Поэтому, мы учимся все. Значит, все, кто учится, все мудрецы. А те, кто не учится, они этим показывают, что свою ограниченность. Вот и все. Человек, который уже закрыт для знания, он ограниченный человек. Человек, который открыт для знания, он открытый, И тот, кто двигается, даже если он двигается медленно, но он дойдет намного дальше, чем тот человек, который остановился Во-вторых, что еще побуждает человека, кроме неприятностей, к раскаянию? Во-вторых, когда придет старость и увидишь свою слабость, поймешь, чем кончатся твои дни и подумаешь о своем конце И вернешься ко Всевышнему, и он пожалеет тебя Есть четыре вещи, которые вообще непонятны, не терпит разум Бедняк-гордец, но не сходится, зачем почему-то гордец Если у тебя сейчас все плохо, убери свою гордость Что такое гордость? Гордость это такое высокомерие и уверенность в правильности своих действий То есть если у тебя что-то не складывается, но это же очень логично Попытаться понять, где же мне что не складывается, где изменить Гордыня, она это цемент, который удерживает вот эту вот эго, свою систему взглядов на высоте И гордец это высокомерие, да, высокомерие это тот, кто считает, что Мне нравится, если я написал пост вчера про там, ну, размышления о дурове, там, вот дуров, блиновская А я, какое-то размышление у меня было, да, на эту тему Что перед кружением вознесения, да, то есть это вот я заметил такую общую вещь Что как только начинаю каком-то сильно писать и сильно он становится популярным И особенно если он взлетает быстро к этой популярности, оп, и сразу что-то происходит такое, да Поэтому я на эту тему написал, и люди пишут Нет, это же свобода слова, я от тебя отписываюсь То есть человек, когда говорит, свобода слова, это, казалось бы, должны же быть разные мнения Не-не-не, если ты сказал мнение, которое мне не нравится, то я, значит, сразу же буду на него нападать Свобода слова, это когда я говорю так, ты говоришь так, и мы, значит, воспринимаем мнение друг друга Продолжая относиться друг к другу с уважением И вот, значит, четыре вещи написано в трактате Псохим в Талмуде, который разум не принимает Бедняк-гордец, богач, который отказывается давать милостыню Тоже непонятно, тебе Бог дал, ну, с избытком, да Ну, дал с избытком, ну, дай людям тоже добра Ну, то есть ты же получил, тебе поперло, но очевидно, что когда человек упрет И у него прямо вот, вот было у него там, например, тысяча, потом стало десять Потом сто, потом миллион, потом десять миллионов, сто миллионов, миллиард, десять миллиардов Ну, пойми-то, что это тебе просто прет, да Я спрашивал, вот сколько я миллиардеров, у меня есть лично знакомых там, ну, человек, может, пять миллиардеров Кому я задавал этот вопрос В чем суть? Вы знаете что-то, чего не знают другие И все говорят, прет, просто поперло, да То есть, чтобы я когда-то даже пытался вывести какую-то формулу Но в итоге мне вот сказал один, что он говорит Пойми, что никаких формул здесь нет Все, что делают миллионеры, делают миллиардеры, да Ну, почему одному миллиону, а другого в тысячу раз больше прет? Вот вся формула Ну, и это в Талмуде написано Непонятно, почему богач, который отказывается дать милостыню Что вообще может у него быть в голове? Тебе поперло, ну, людям плохо, ну, дай чуть-чуть денег Дальше, третье он говорит непонятная вещь Что он мог говорить? Старец при Любодеи, это непонятная вещь Ну, куда тебе быть при Любодеи? Тоже у меня один мой, значит, знакомый, он рассказывает Он стал религиозным Он религиозный, у него жена, дети там Он, ну, занимается, учится очень много, Тора учит Бизнесмен такой, очень богатый, обезвеченный человек И он говорит, приехали ко мне мои старые, говорит, партнеры, компаньоны Приехали ко мне И они такие там преступники Ну, вот, как были, так и остались И он говорит, я смотрю на них, думаю, 60 лет А у них только вообще вот живут вот полностью У них говорят только разврат, ну, и деньги Они смотрят на мою жизнь, да Он такой семьянин, у него семья, дети там Он молится, разогняется на голову, ходит, все И вот они к нему приехали, значит, они приехали У них, ну, то, что называется Я это называю Санта-Барбара, да Какие там незаконнорожденные, законнорожденные Какие-то бывшие жены, нынешние Какие-то любовницы Бывшие мужья любовницы Ну, очень полная Санта-Барбара, да И Талмуд говорит, это непонятно Старец при Любодеи, это непонятно Неужели он не понимает вот этот вот старый человек Который занимается вот этим всем развратом Что, ну, это, как бы, все равно он старый уже, да Но все равно эти девочки молодые Им все равно нужны только ему деньги и все Какая там любовь, какие вообще отношения Ну, смысл в этом во всем, да И четвертая вещь, которая, Талмуд говорит, непонятно в логичности Это общественный руководитель То есть главы, там, народов, государств Которые наводят страх на всех То есть требуют подчинения, но не помогают Когда требуется его помощь и руководству Талмуд говорит, это непонятно Если он общественный деятель, он должен служить обществу Он не должен управлять обществом И этот старый человек, видя, что его дни уходят Его тело ветшает и ветшает А это начало отъезда То есть он едет к своей вечной обители Едет и едет, днем и ночью Разве не подумает, чем он едет в этот дальний путь? То есть он говорит, что Это тоже побуждает человека к раскаянию Чем ты становишься старше Тем для тебя уже становится пусть и бессмысленнее Вот эти вот потуди Там тоже недавно, ну, недавно, пару лет назад Мне рассказывали Был один очень богатый человек Который зарабатывал деньги Просто там нереально Зарабатывал, зарабатывал И у него, значит, этого богатого человека Он зарабатывал, но он часть денег Оформлял на своих родителей, на родственников Там, на все Теперь, а сам он вел себя очень высокомерно И очень, ну, как бы На всех наводил в жути, да? Наводил, наводил он на всех в жути Потом он уже, как бы, стал в пожилом возрасте Тоже он там разводился Дети от одного брака, дети от другого брака Там все И потом, в итоге У него больше всего Единственное, кому он доверял Это были его родители И он оформлял все на отца А потом отец его скоропостижно Ушел из этого мира И у него то, что было оформлено на отца По закону Оно перешло на мать А у матери тоже были какие-то свои наследники Были у него еще братья и сестры В общем, у него оказалось, что все вот это вот имущество Которое он за него держался Держался В итоге все с ним судились Там какие-то были Очень началась Очень страшная началась этап его жизни, да? И человек, который стареет Он понимает, что Ну, жизнь уходит, да? За что держаться? За что ты держишься? Но уходишь ты из этого мира Ты же все равно ничего с собой не возьмешь Вот ни одной вещи Ни одной там своей Ни дома Ни чего ты не возьмешь И получается, что Это побуждает человека вернуться к раскаянию Он думает А душа? А вдруг правда? А вдруг? Вот действительно Вечная жизнь А вдруг Бог? А вдруг я нарушаю его волю? А он мне вот Все выплатил мне То, что я хорошего делал в жизни здесь Да, вот этими домами А теперь я туда приду А мне скажут Все, ты день нищий Нищий духом Мне скажут Что, что день? Духом, да ты нищий Ты все здесь Все здесь ты как бы жил И жил только ради этого мира Ради своих удовольствий Он говорит Не, не, не Спокойно Значит, я сейчас тогда Детям что нужно? Детям нужно дать возможность Самим заработать Значит, нужно их научить Хорошим качествам Чтобы они были честные Чтобы они были скромные Чтобы они работали Все А как это сделать? Ну, нельзя это сделать Подарим ему Феррари Ничего ты тут хорошего не сделаешь Подарим 20-летнему сыну Феррари Наоборот, ты его лишишь Радости от того, чтобы заработать Эту Феррари Ты лишишь его радости от того, чтобы Пройти свой жизненный путь Да? Он говорит Все, значит Квартира там Ну, где жить надо Значит Машину он пускай сам заработает В институт Пускай идет в институт Учится Да? Чтобы он чувствовал радость От своей работы От своих достижений И так далее Все, значит Остальное что? Остальное на благотворительность Остальное я перевожу В валюту духовную Для того, чтобы все забрать с собой Я зачем в этом мире живу? Для того, чтобы Служить Богу А Бог Что значит От меня хочет? Тора Заповеди Добрые дела Теперь Все регламентированное Значит Знаку можно раздавать До 20% Больше 20% нельзя Почему? Так Бог сказал Если ты хочешь выполнять Волю Бога То в волю Бога Надо выполнять Так как Бог поверел Не надо выдумывать там Что А может так А может сяк Нет В этом и есть смысл Духовной работы Что ты берешь Как Бог сказал делать И делаешь Хорошо, значит Второе побуждение Раскаиваться Это возраст Это возраст Да? Третье побуждение К раскаянию Это когда мудрецы Наставляют тебя А укоряющие Упрекают тебя Прими Выслушай Все назидания Это то, что мы сейчас делаем То есть мы читаем книгу В которой нам объясняют Мудрецы Как Почему важно Раскаиваться Как раскаиваться И так далее Дальше он говорит Дальше нужно сделать То, что сделал еврейский народ В момент, когда получали Тору Они сказали Сделаем А потом будем разбираться То есть действие Действие должно быть Впереди Вот этих всех Интеллектуальных Разборов А как Подобно тому Сказанное Даниэле Пророк Даниэль Не бойся Даниэль Сказал Бог Ибо с первого дня Когда положил ты В сердце своем Понять и поститься Перед Всевышним Услышаны были слова твои То есть в момент Когда человек Принимает Искренне Всем сердцем Что он хочет Раскаяться То Всевышний Конечно Отсюда следует Пишет автор книги Что когда человек Решает делать добро Он сразу же Принимается Всевышним С благоволением И удваивается Наказание тому Кого не побуждает К раскаянию Наставление Укоряющих его То есть кто-то послушал И не раскаялся Тому в два раза больше Тогда Всевышний У Всевышнего Много вариантов Он через страдание Через раскаяние Через старость Через то Через это То есть он Обязательно достучится Если уже у вас есть Вот этот вот Божественная искра Всевышний обязательно К вам достучится Вернее он не достучится Он стучит постоянно То есть свет Всевышнего Он просто идет Без остановки Если он уже лучиком Куда-то пробился То тогда у вас В душе Уже Вот эта вот сила Душа тянет Ко Всевышнему И дальше Начинается расширение Вот этого Божественного света А как его расширить Через страдание Это чистящее средство Через изучение Торы Чистящее средство Через заповеди Сделал заповедь Бах Света больше 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 А что ему Что его закрывает Закрывает его Интеллектуальная Тупая Концепция Что Бога нет Что души нет Что человек обезьяна То есть Закрывает его Вот эти вот Ну Тупые Идеологии Которые сравнивает Царь Соломон С Женщинами легкого поведения Которые Совращают А разум чистый Сравнивает с доблестной женой Честной Порядочной Скромной Боящейся Бога Все Поэтому дорогие друзья На этом мы сегодня Заканчиваем Наш сегодняшний урок Будет завтра четвертый Путь Как Как Всевышний Еще побуждает К раскаянию Завтра мы это узнаем В 10 утра С Божьей помощью И Всем Прекрасного Хорошего дня Действий По усилению Своей души И чтобы Всевышний В ответ на эти действия По усилению души Дал силы Я хочу ответить Был вопрос Значит Был вопрос Что Почему есть люди Которые Вроде праведники У них все плохо А там вроде злодеи А у них все хорошо Так вот Здесь надо К каждому слову Добавить слово Вроде Вроде у них все хорошо Вроде они богатые Вроде они злодеи Вроде эти Эти вроде бы Праведники И вроде бы Они бедные Потому что они Праведники Все здесь Каждое слово Одно с вопросительными Знаками Потому что Ну Это как мы смотрим Да человек Он вроде праведник А может он Мы же не знаем Чем он занимается Свободно от того Что он показывает Нам свой внешний вид Время Во вторых Мы не знаем Хочет ли А если он правда Праведник Хочет ли он быть богатым Может для него Это испытание Для него счастье Как для праведника Просто скромно жить Выполнять заповеди А может быть Там миллион может быть Да А тот Кого мы называем Злодеем Может быть Он по ночам Тайно Значит Ходит в синагогу Да Наши люди На такси В булочную не ездят Да Так может он Не в булочную ездит А там делает Целую я написал По-моему Статья была На моих В телеграме Что я специально Мне было интересно Я задал искусственному интеллекту вопрос Насколько люди Которые считаются Злодеями Какие есть примеры В истории Мафиози И так далее Занимались ли они Благотворительностью Оказалось Что даже Аль Капоне Во время Великой депрессии Он строил Бесплатные столовые И кормил Тысячи людей Бесплатно Значит И оказалось Что практически Ну вот Там целый список Был Мафиози Там Разные преступники И так далее Которые Тот же Павло Эскобар Которые делали Очень много Добрых дел И всевышний Поэтому Он им выплачивал За добрые дела Здесь Но они лишались Кто-то из них Вечной жизни Потом Всевышний мог Наоборот Увидеть Что у него Мы же знаем Что в душе Он раскаялся Тогда всевышний В 40 лет Значит Бах Как Павло Эскобара Как собаку Гоняет Из укрытия В укрытие Там год А потом Его баф Убивают Может быть Он Этими страданиями Скупил Какую-то Свою Мы Этого Мы не знаем Поэтому Мы верим В систему Что Бог Он добрый Справедливый Честный Милосердный И что Бог Очень раскаянен Все До завтра До завтра Счастливо